Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. А сегодня мы поговорим об истории. Не так давно, на той неделе, страна отмечала 75-летнюю годовщину полного снятия Ленинградской блокады. Даже не 75-70, уже 44-й год, а 77-й год. Вроде бы отметили важное событие. Действительно, блокада была очень страшной, на самом деле, явлением. Знаете, я сколько читал. Я думаю, вот где-где бы в те годы, наверное, я вот в Ленинграде точно не хотел бы оказаться. Если брать все точки Великой Отечественной войны, это и Брест, и Одесса, и Севастополь, и Сталинград. Но, наверное, мне кажется, в Ленинграде было страшнее всего. То есть, было что отмечать, но, тем не менее, знаете, дорогие телезрители, я замечаю такую тенденцию. Вот почему-то мы вот только про Великую Отечественную, как будто, знаете, у нас и в истории больше ничего и не было. А ведь история России, она более тысячелетий насчитывает и всевозможных славных побед, ну и горьких поражений, я считаю, их тоже надо помнить. Всего было бы в истории нашей страны, а вот мы как-то Великой Отечественной, Великой Отечественной. Не так давно, в принципе, незаметно прошел юбилей Первой мировой. Ну, ладно, кто-то скажет, она неудачна, мы там плохо воевали и так далее, но хорошо. Хорошо, тоже не так давно прошел незаметно грандиозный юбилей, 200 лет нашей победы над Наполеоном. Русские войска добились колоссального успеха, мы вошли в Париж. Мы даже Берлин два раза брали, а Париж только один раз. И вы хоть что-нибудь видели? Да, был цикл документальных фильмов, и все. Не художественных фильмов, тоже сделали там уландская баллада, и все. А такой ведь, казалось бы, юбилей, такая фактура, взятие Парижа, заграничные походы русской армии, и ничего. Почему так происходит? Об этом мы сегодня поговорим. А вы нам тоже звоните, 300-190, высказывайте ваше мнение. Нужно ли нам вспоминать всю нашу тысячелетнюю историю, или действительно, вот есть взятие Берлина, и все. Сталинград, Курск, и больше ничего не надо помнить. Об этом мы сегодня поговорим, а пока хочу представить наших гостей студии. У нас пока два гостя, мы ожидаем и третьего гостя. Пока хочу представить. Итак, это Олег Усенко, кандидат исторических наук, доцент. Добрый день. Вадим Рыбачук, председатель общественной палаты Твери и историк по образованию. Вадим, тоже добрый день. И к нам должен еще вот-вот присоединиться Павел Иванов, наш известный Тверской краевед. Он обязательно появится по ходу эфира, так что не удивляйтесь, когда нас станет больше. Поэтому еще раз, 300-190, задавайте свои вопросы, высказывайте ваше личное мнение. Нам очень хочется услышать сегодня в Окс Популе. Поварск говоря, глаз народа. Господа гости, ну вот скажите, вот на ваш взгляд, вот Великое Отечественное, действительно стоит только ее помнить? Что это такое действительно важное событие, которое затмило собой все остальное? Сиджин, я понимаю. Вадим, ну давайте. Ну, так как вы ставите вопрос, в принципе, конечно, его ставить нельзя. Ни исторически, ни просто по-человечески, нельзя сравнивать и что-то отделять там. Все это наша отечественная история. История богатая, история яркая, история трагическая очень часто. Почему Великое Отечественное сегодня на слуху? Я даже не беру дату 75-летия Победы, а самый главный мотив, это люди, которые участвовали в этом грандиозном событии, они до сих пор с нами. И это здорово, когда мы... К сожалению, всех видишь, к огромному сожалению, но тем не менее... Тем не менее, эти бойцы, по-другому их не назовешь, которым сейчас уже за 90-х хорошо, они общаются с коллегами, общаются с детьми, общаются между собой. Они просто есть, и мы знаем об этом. Поэтому такое внимание со стороны общественности, со стороны властных структур, что мы должны понимать, что это было вчера. И это реально было трагически. Это было ужасно. Даже то, что вы сегодня сказали с утра про блокаду, это же один из небольших эпизодов этой великой четырех и даже более лет войны, в которой погибли десятки миллионов граждан разных стран. И поэтому, конечно, эта трагедия, она до такой степени тяжело сказалась на судьбах людей, что сегодня, завтра и послезавтра будут вспоминать эти события. Я уверен, будет отмечаться и 80 лет, и 85, и 90. По поводу Стаса сказал, Олег сомневается по этому поводу. Но, тем не менее, хотя, я закончу свою мысль, историю, безусловно, нужно знать. Да, была Сталин... Конечно. От основания города, как римляне говорили. О Гурбе-Кандито, да? И сегодня в школе изучается история. Как она изучается, это другой вопрос, что остается в головах у наших молодых коллег, тоже следующий вопрос, можно про ЕГЭ поговорить. Но, тем не менее, историю изучают в школе, изучают 12-й год, 1612 год, да, огромное количество событий. Все дело, конечно, в интересе, который проявляется у молодежи сегодня к истории. Безусловно, что когда-то, для следующего поколения, наверное, и Великое Отечественное, и Вторая Мировая будет так же далека, как от нас сейчас Первая Мировая. Или Русско-японская, скажем, если так подальше, когда уже нет очевидцев. Русско-японская, это уже история, да? Совсем ушедший. Но сегодня это история вчерашняя. Русско-японская, это позавчерашняя. А 1812 год, это Эрмитаж с героями войны 12-го года, это Война и мир, Бородинская панорама, да, это уже глубокая история. Что ж тогда можно сказать, я даже не знаю, про ледовое побоище, про каворский... Мы с вами обсуждали, были варианты даже, а было ли ледовое побоище-то или не было, и сколько там научаствовало, ну и так далее, и так далее. Олег, вы что думаете? Ну, мне кажется, надо разделять еще два пласта. Политика власти имущих, государственная политика по праздникам, да, там, что вспоминать, и народная память. Вот, честно говоря, интернет можно ругать, но, с другой стороны, он показывает, насколько много людей интересуются историей, и те же реконструкторы, например, у них сообщество, и любители военной истории, краеведения. Они-то как раз все даты знают, победные даже не очень отмечают, так что не все так плохо, как вот на первый взгляд кажется, что мы не помним. Очень многие люди помнят. А другое дело, что политика государственная, оно, государство, отбирает какие-то очень важные даты в зависимости от своих целей. Ну, например, вспомним тоже ледовое побоище. Вообще-то говоря, оно стало таким великим и значимым событием, как раз только во время Великой Отечественной войны. Ну, незадолго начали его преподносить с конца 30-х, когда стало ясно, что будет война с Германией. И фильм Александр Невский из Эншейна как раз сильно это помог. В принципе, конечно, не очень-то масштабное событие, прямо скажем, заурядное по средневековым меркам, но оно попало в струю. А множество других побед, великих, над тем же кочевниками, они не приносили никакой политической выгоды. Там разгром печенегов, например, торков, победа над половцами. По временам средневековья это были грандиозные битвы, великие победы, но об этом помнят сейчас только профессионалы, историки и любители истории. Так что, если говорить про народную память, слава богу, что все еще не так плохо, как иногда кажут. Конечно. Другое дело, что вот есть как бы такое среднее понятие обыватель, да. Тут, конечно, память особенного молодого поколения, короткая, я как преподаватель могу сказать, что очень многих элементарных вещей не знают люди, которые приходят из школы. Если они специально не изучали историю, потому что я не только на историческом преподаю, я могу сравнить. Но при этом я могу посмотреть в интернете, как раз с удивлением обнаружить, что есть люди, которые больше меня знают, но в некоторых особенностях, конечно, потому что есть множество нюансов, которые недоступны так специалисту широкого профиля, так можно говорить. Ну вот и Павел об этом тоже самое может сказать. В Крайведине он двух собачек съел, а то и трех уже. Дорогие телезрители, у нас наконец появился в эфире наш еще один гость Павел Иванов, известный наш Тверской Крайвед, мой коллега-журналист. Павел, добрый день, спасибо, что домчались. Павел, пока у нас полтора минуты рекламы, мы говорим о том, что я вот поставил прямо вопрос, не слишком ли Великое Отечественное перетягивает на свою сторону внимание народа, а как бы остальные события нашей русской истории остаются в тени. Нет, не слишком. Момент очень простой, это громадная коллективная травма, настолько громадная, что вот что-то другое сейчас противопоставить, сопоставить нечем. Вот если бы, наверное, ну что-то подобное, наверное, было татарское нашествие, да, вот по значению, по масштабу, но все-таки это много раз изжилось, пережилось, уже как-то перестрадалось и отошло в область преданий. Но для Великой Отечественной войны эта история сугубо семейная, она передается на уровне, вот мне бабушка рассказала, мне дедушка рассказал, это я помню, потому что это вот я видел этих людей. Я вас перебью, я помню, что мы должны выдать рекламу, три минуты, не переключайтесь, потом Павел продолжит развивать свою мысль. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», мы сегодня говорим о нашей русской истории, что надо помнить, все ли события и надо ли вообще изучать, изучают или... Павел, продолжайте. Да, вот эта мысль, которую я начал. Действительно коллективная травма, колоссальная коллективная травма, которую нанесла Великая Отечественная война русскому народу. Я уж говорю конкретно русскому, потому что мы здесь как бы на территории, понятно, великорусской. Немцы сами говорили, что воюют с русскими и так далее и тому подобное. В общем, смысл. Пока мы эту историю помнили именно от живых очевидцев и от живых ветеранов, это на самом деле было, в общем-то, даже и помнить особенно не нужно. Оно само по себе было. Вот мы с дедом ходили все детство, допустим, в баню, я этих ветеранов, и у деда моего, он был инвалид в войне, без ноги потерял под Ржевом, просто вживую видел. Я знал все эти рассказы, я вот эту всю его военную историю, сколько он им не рассказывал, знал просто от Адая. Я понимаю, что вот люди, которые старшего поколения, ну вот даже старше меня, кто видел еще больше, кто застал еще больше ветеранов и более таком здравом и живом состоянии, их слышал, не могут смириться с фактом, что их дети, там, соответственно, правнуки уже этих ветеранов, в принципе не унесут такое количество информации, которое унесли мы. Хочется, потому что вот на самом деле на нас это тоже коснулось очень сильно, ну как бы внук и дед всегда это самая такая, бабушка, внучка, это самая сильная связь, сильнее, чем сын и дочь и родители. И хочется, чтобы они тоже вот все это имели, все вот этот колоссальный багаж, вот этот опыт, эти вот воспоминания, которые особенно на детскую память, рассказ дедушки ложится совершенно вот как вот, как печать. Увы, это невозможно. Но средствами массовой информации, книгами какими-то, вот этим вот, этой накачкой, это попытка как-то все-таки это компенсировать. Желание, на самом деле, благое. Желание вполне такое вот, ну мы хотим, чтобы вы помнили столько, сколько помним мы. Постарайтесь, сделайте это усилие. Ну, вот так. Колься, ну вот ваше мнение, тоже интересное мнение. Всем помню, как изучали, преподавали с Великой Отечественной в советское время, даже фильм «Освобождение». Он начинается с «Освобождения». Как говорят, сказали, не надо про Сталинград, снимать про 41-й год, давайте сразу с Курска начнем, вот, потому что победа. То есть, 90-й маятник качнулся в обратную сторону, пошло много чернухи, дескать, и войну мы выиграли, трупами завалили, и вообще только за счет этого злые НКВДшники, загранотряды и так далее, там подобное. То есть, вот, сплошная чернуха пошла. А сейчас, вроде бы, обратно маятник качнулся в обратную сторону. Вот, на ваш взгляд, то вот сейчас он остановился в той самой золотой середине, или как? Или до него, может, даже еще не долетел? Или, наоборот, перелетел и снова у нас пошли как бы такие больше советские вот эти концепции? Ну, я бы, конечно, ответил не очень конкретно на этот вопрос. Ведь нельзя ставить четкие границы, тем более для исторических событий. Все надо связывать с определенной эпохой, как коллеги говорят, с идеей, которую власть продвигает, с восприятием разных поколений этого события и так далее, и так далее. Поэтому, если мы четко сейчас скажем, ой, ребята, вот маятник здесь уже остановился, хватит, невозможно это сделать. Так и будет уже. Посмотрите, вся история такая. Она или цикличная, или вот, как вы показываете, туда-сюда. Ну, условно, конечно, это говорит. Вспомним, в 60-е годы вообще, в принципе же, не говорили о Великой Отечественной. Не знаю, плюс-минус. В 50-е, наверное. Ну, может быть, в 50-е, в начале 60-е, да. В принципе же, ветеран Великой Отечественной войны, это было, ну, фактически ничего незначимое словосочетание. А как же фильмы, которые у нас сняты как раз буквально, ну, вот начиная, собственно, вот, один из первых, наверное, какой у нас, наверное, не без стихохода, по-моему, 46-й. Нет, она была в фильме, безусловно, Берлина. Ну, я имею в виду отношение к этим людям. По мере того, как их становилось меньше, по мере того, как менялась государственная политика, и событие воспринималось как мегаглобальное событие, о чем Павел говорил, тогда уже отношение менялось. А сегодня мы видим несколько другую трансформацию восприятия этого события. Посмотрите на те вещи, которые происходят сейчас, ну, так скажем, условно, близко к условно-официальному. Та же акция «Бессмертный полк». Это же не придумали в администрации президента. Да, на удивление, народ придумал изначально, да. Ситуация, которая есть в Тверской области. Это огромное количество фильмов, которые дети, правнуки снимают о своих родственниках. О тех, кто воевал, о тех, кто был в тылу. Это сюжеты пяти-шестиминутные, но реально сюжеты, которые сравнимы с восприятием, наверное, можно опять вспомнить фильма из Эйнштейна. Когда дети, вот сейчас им там 10, 12, 15 лет, они воспринимают свою историю, историю своей семьи на фоне глобальной истории России, на фоне этой глобальной трагедии. И им это интересно. И они начинают понимать, насколько война отразилась вообще на судьбах конкретных людей, на судьбах государства. И поэтому говорить о том, что нет, ребята, маятник достаточно качнулся в эту сторону, давайте заканчивать, ну, наверное, просто бессмысленно, на мой взгляд. Пускай они занимаются этим. Объективность, как бы, я в этом плане. Вот она, объективность. Эти дети, которые хотят снимать это кино, ну, я условно говорю, это событие, которым это интересно, которые вовлекают в этот процесс своих родителей, которые изучают историю своей семьи, историю края, историю России. Конечно, они не могут снять фильм про 1812 год, да? Почему бы нет? Потому что это намного сложнее, во-первых, найти своих потомков, а, собственно, ну, можно еще вспомнить о том, что весь верхний слой аристократический, о котором, в общем-то, осталась историческая информация, более-менее он практически исчез. У нас нет никаких параллелей, простые граждане, которые участвовали, о которых сохранились сюжеты в историографии, в истории этого события, они вряд ли могут претендовать на то, что сегодня их потомки могли бы снять сюжет об этом человеке и так далее, и так далее. Это сложно. А то, что у тебя есть в семейном архиве, если у кого-то он сохранился, а большинство людей хранят медали, хранят орденские книжки, хранят книжки красноармейцев, повестки с призывом на фронт, похоронки, письма. Это же здорово. Это отношение к своей истории, к своей памяти, к своей семье, это, на мой взгляд, ну, пусть меня там поругают, это надо, чтобы государственная политика в этом плане была тоже направлена именно на это. А что, у нас не так много сюжетов, которые могут объединять? Ну, как это не так много? Это, мне кажется, в Молдавии не так много сюжетов, которые могут объединять. А у нас, ну, я говорю, начиная вот, опять-таки, с тех самых, не знаю, поход Олега к вратам Царьграда, он, может, его и не был, на самом деле, и щит, говорят, наверное, конечно, он, наверное, никакой не вешал, не дали бы ему никто там щит, какой-то варвар там щит прибил, конечно. Конечно, вот, но, тем не менее, ну, а Святослав, это факт, победы громкие, действительно, Владимир Мономах, опять-таки, ну, сколько у него успешных походов было, и вот правильно Олег сказал, это были крупные сражения, половцы были серьезный соперник. Это тоже, я не знаю, я, правда, с детства, знаю, читал. Ну, дальше, я уже вообще молчу, монгольское нашествие, это вообще, это одна из величайших военных сил, которая прошла через нашу, в том числе, и Тверскую землю. А у нас, показывает, мне прошел, наконец, к нам телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Очень важную тему вы затронули, и действительно, нужно отметить, что та же народная акция «Бессмертный полк», она родилась снизу, а никак не сверху, значит, такой запрос в обществе присутствует. И мне вот лично приятно, с какой гордостью мои внуки несут портреты своих прапрадедов, участвуя в акции «Бессмертный полк». Но наряду с этим я не могу умолчать о вопиющих случаях, причем не где-то, а вот в областном военкомате Тверской области, с чем столкнулись лично мы, моя семья. Моя теща, орденоносец, участник Великой Отечественной войны, сестра легендарной разведчицы Лидии Базановой, в честь которой названа одна из улиц в центре нашего города. И любопытная вещь. Министерство обороны устанавливает определенные льготы, там компенсационные выплаты в случае захоронения участников войны. И вот представьте, каким циником и моральным уродом надо быть, это я сейчас адресую в адрес чиновников от военкомата, когда на то, что мы представили документы необходимые для представления подобной льготы, и вот этот чиновник заявляет, удостоверение участника войны, да это бумажка, орден, да это значок, ставите там нам красноармейскую книжку. Вот, понимаете, значит, для президента Путина, который направляет ветеранам ежегодно поздравления, достаточно удостоверения участника войны, и ордена достаточных для того, чтобы уважать человека, и орден страны, когда называют значком чиновников областного военного комиссариата, вот это, наверное, огромная трагедия. Вот эти люди, наверное, забыли, что нужно гордиться нашей историей, и, наверное, забыли, за счет чего они существуют, и откуда они получают деньги, к великому сожалению. А потом, мы знаем, был большой скандал в областном военном комиссариате, связанный с коррупцией отдельных чиновников. Вот очень важно нам не забывать героические примеры из нашей истории, а вот таких уродов на пушечные выстрелы не подпускать к тем местам, от которых зависит принятие решений. Вот что очень важно в нашей жизни. И мы будем гордиться нашей страной и нашей историей, но нужно всегда к этому относиться с чистыми руками. Спасибо большое, звонок. Ну, бывают такие люди, к сожалению, еще и в погонах, для которых орден – это железка пустая. Олег, а вот ваше мнение, опять-таки, возвращаясь, объективно сейчас все-таки, ну, более-менее, скажем так, история преподносится и в школах, в том числе, и в университете, и с экранов телевизоров. Фильмы сейчас снимают один с другим про Великую Отечественную. Вот фильмы я сейчас трогать не буду, потому что это совсем не история. А, к сожалению, для массового сознания это как будто учебник. Да. Это отдельный сюжет. А ведь в этом вся суть. Вот, к сожалению, да. Люди посмотрели фильм, помните, как это люди читают Шекспира, ой, точнее, ходят на Шекспира для того, чтобы его не читать. То же самое и тут. Они посмотрели, они думают, вот, я знаю, как оно все было. Вот. И неплохо было помнить тогда создателям фильма вот это вот отношение людей. Да. Они ходят для того, чтобы не читать, значит, нельзя слишком много фантазии это привносить. Я полностью согласен. А то любимая присказка творца, я имею право на художественную мысль. Я так вижу. Да, я так вижу. Ну и ради бога тогда назови, что это вторая галактическая война, как у Лукаса, там, «Звездные войны». И все, никаких претензий не будет. Игры престолов. Конечно. Вот, пожалуйста, никаких претензий. А так ведь, к сожалению, там столько накручено, наверчено, и сейчас лучше об этом не говорить. А вот если брать в целом отношение такое более-менее серьезное, да, это политика и история, там, конечно, в лучшую сторону маятник очнулся, в сторону объективности по сравнению с советским временем, даже поздним периода Горбачева. Вот там была чернуха, на самом деле, потому что ведь была уже тенденция налицо, когда очернение, там, истории советской для того, чтобы оправдать грядущие реформы или уже начавшиеся. Ну, я к чему клоню, что сейчас гораздо больше оснований с опорой на источники написать объективную историю. И, пожалуйста, любой может заниматься, потому что есть множество сайтов, где выкладывают документы, это Министерство обороны занимается, это архив Министерства обороны в Подольске. Каждый месяц там тысячи документов выкладываются, и, опять же, судя по специализированным сайтам любителей военной истории, есть люди, которые все это отсматривают, и они там реконструируют сами, пишут. Это другое дело, но, по крайней мере, есть теперь основания. Реконструировать битвы, там, начинаются споры, кто большую роль сыграл или где там были неточности, в мемуарах, там, военачальников, в советских учебниках, там, об общающих трудах. Безусловно, сейчас гораздо больше оснований для объективности. Но полной ее все равно не может быть. Есть окопная правда, есть правда генералов. В принципе, стало намного больше информации, чем 10-15, а уж не говоря, более лет назад. Но в то же время стало намного больше информации и некорректной. Если отделять корректную от некорректной, это тоже на сегодняшний день достаточно сложно. В интернете огромное количество информации касаемо Великой Отечественной, Второй мировой, Первой мировой и так далее, и так далее, любых сюжетов. И ты должен понимать, какой, условно говоря, документ является правдой, а какой является художественным, условным, художественным вымыслом. Наверное, все документы в какой-то степени являются правдой. Важно, чей? То есть, момент тут очень простой. Если бы у нас, как и раньше, была возможность постоянно пополнять частные мемуары о Великой Отечественной войне, было бы просто шикарно. То есть, можно было бы, как называется, к общему полотну добавлять маленькие частности, как на большой диораме, общие панорамы, или панораме, или диораме сражения. Вот видно, что там летят самолеты, едут танки. А вот это конкретный человек был вот здесь, и мы точно знаем, что он там был, и он делал вот это и вот это. Такая картина, она, собственно, и главная удача для историка, когда есть возможность глобальное полотно проиллюстрировать какой-то отдельной частной деталью. И эта деталь, она вот как в маленьком зеркальце отражает все. К сожалению, с Великой Отечественной такая тема заканчивается. У нас, скорее всего, скоро вообще уже не останется мемуаров. Сейчас уже только вытаскивают на свет какие-то тетрадки с записями, там, случайно ведшимися перед смертью, либо прятавшиеся всю жизнь. Дневник Ильзович, но был мир и везти на фронт. Их вели все равно. Да, вели, но запрещал было. И сейчас уже дети, внуки там их неожиданно находят иногда. Каждая такая находка, это здорово, это, значит, почти готовая книга, но их мало. И теперь понятно, что история все равно у нас потихонечку бронзовеет. Вот я почему очень люблю историю Великой Отечественной войны и боюсь, когда она становится таким достоянием массовой идеологии, она все равно бронзоветь будет. И куда уж никуда от этого не деться. Памятник под Оржевым это показал. При всей его лиричности, индивидуальности, некой отличности от памятников советских, это все равно их прямой наследник. И от этого, к сожалению, нам деться никуда не удастся. То есть, Павел, вы хотите сказать, что 1818 год вообще такой, что 1812 год вообще в принципе уже не откопаешь там никаких интересных сюжетов? Теоретически можно найти какие-то отдельные судьбы солдат. Можно поднять рекрутские материалы, как шли призывы, сколько, с какой деревней, куда попали. Можно попасть, найти, что из этой деревни в такой-то полк, зная судьбу этого полка, примерно угадать, где человек был. И если случайно кто-то найдет свою родословную и узнает, что вот мой предок, вот этот человек, который участвовал там в походе, например, заграничным, будучи призванным по какому-то из наборов 1812 года, дабы осени, то это, конечно, кому-то будет круто. Но общую картину Великой Отечественной, Первой Отечественной войны, это уже не изменит. Ну что же, господа, хорошо, с Великой Отечественной войной все более-менее ясно. Сейчас более-менее объективно. А, кстати, вот, Олег, вы в школе преподаете в том числе или нет? Нет, но преподавал когда-то. А сейчас вот мне интересно, начало войны как преподносит, ну вот вообще, вот 41-й год, что нам в советское время преподавали, что немцы коварно напали, поэтому и дошли до Москвы. И танков у них было больше, я тоже вот помню вообще. Все у них было больше, и поэтому вот за счет коварства они и дошли до Москвы. Сейчас тоже так? Ну вообще-то так тоже, и это одна из причин. И танков больше, и они неожиданно напали. Все вопрос только неожиданно для кого, и степень неожиданности. А танков точно было больше у них? — Да, на тех участках, где наступали, там было больше. Ну вот опять же, я не знаю, извините, как по стране в школах преподают, но если посмотреть учебники, нормально изложено. Это в большинстве учебников с указанием и факторов, которые ослабляли Красную Армию и которые обусловили преимущество агрессоров. Другое дело, как учитель это еще преподносит, личностное взаимодействие, а еще и как ученики, хотят или не хотят они это воспринимать. Тут ведь особая проблема. Некоторые вообще не читают даже учебников. — Ну это понятно, творческие такие называются. Мы в мое время тоже такие были, а у нас сейчас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. — Добрый день. Меня зовут Алексей Александрович. Вот вы очень хорошую тему подняли. Воспитание детей, школьников с точки зрения памяти Великой Отечественной войны, убийств и содержания. — А у меня вот предложение, вот председатель общественной палаты города. Наверное, надо посмотреть. Я с внуками ходил к обериску к нашему, где сердце бьется. Вот эти перья стоят, на них даже зрячему человеку нельзя прочитать. Все черное. — С 1967 года, по-моему, сокрытие памятника, никто его не мыл и не скоблил. Вот на памяти у меня остался буклет, который издавался Калинину. — И там вот этот памятник, эти перья блестят, вот медные, как будто золотом. Мы кроем золотом сусальным вот эти самые церкви, купола. Ну, неужели мы не можем сусальным золотом или покрыть, помыть его эти перья? Ну, невозможно же. Вот приближается 80 лет освобождения Калинина. Может, помоете за лето-то, господа? — Алексей Александрович, перья, вы имеете в виду обелиск или вечный огонь? — Обелиск, обелиск. Ну, вот это. Ну, он же тоже вечный огонь. Там же сближается наверху факел в день от уважения Калинина и в день победы. — Да, где стихи Гевелинга. Да, все понятно. Хорошо. Займемся. — Спасибо вам огромный звонок. Спасибо большое. — Роман, извините, пока вы на паузе. Я бы хотел вообще обратить внимание на то, что в отечественной истории у нас огромное количество событий, не связанных с войной, произошло, и которые могут быть реально вот такими центрами притяжения внимания. Ну, там, условно говоря, полет первого человека в космос. Это же тоже мега-событие, которому уделяется внимание там, ну, в основном, в день космонавтики. Да, мы вспоминаем, что Юрий Гагарин улетел, у нас был первый спутник и так далее, и так далее. А вот если мы возьмем даже XX век, вот таких сюжетов десятки, сотни, может быть, тысячи. Вот на это, на мой взгляд, очень важно обращать внимание. И обращать внимание не только в процессе преподавания истории или в создании исторической науки, но и в области государственной политики, в области политики телерадиовещания, обсуждения и тому подобных вещей. А почему так, правда, происходит? Можно сказать, на самом деле, почему. Вот смотрите, как нескладно и не вовремя у нас политические современные события накладываются на, в общем-то, очень хорошие юбилеи. Вот буквально сейчас был замечательный пост нашего хорошего московского историка, наш земляк Ярослав Леонтьев, который так ненавязчиво напомнил, что приближаются аж три очень-очень круглые и важные даты. В истории? В истории вообще страны. В страны, ага. Во-первых, у нас в начале марта, ну, по новому стилю, 19 февраля, по старому стилю, это будет 160-летие грандиозного события, которое оказалось современником вообще тысячелетним событием, событием тысячелетия, отменой крепостного права. Где? Где? Фильма. Фильмы, лозунги, где митинги, где собрания общественности, которые, так сказать, вспоминают, как же здорово, что этот манифест случился, и в России кончилось рабство. Собственно, потому что была самая большая проблема, что было само крепостное право, и об этом вспоминать-то в основном народу не хочется. Второе. Два столетия нас скоро тоже накроют. Они связаны друг с другом, по-видимому, тесной связью внутренней. Одно столетие кронштадтского восстания, а второе столетие объявления НЭПа. То есть, два эти события, они вот совершенно правильно, как бы, вот, тоже на март месяц нас ожидают. И как? Тоже их никто не собирается отмечать. Хотя они по своему значению, по своему, вот, как бы, вот, массовости и отклику вообще... Одним закончился, фактически, военный коммунизм. Это был реальный протест против советской власти, который показал, вот этот крупный вооруженный протест, что, если так будет дальше, то власть не усидит. И, соответственно, реальная альтернатива 20-х годов, которые дали вот эту короткую передышку, могло быть не так, как стало в 30-х. Могло быть лучше. Кстати, вот, на самом деле, кронштадтское восстание, на ваш взгляд, завершилось неудачей. Ведь, я сколько читал, реальный народ был обозлен. Солдаты писали, домой они, им из дома писали, как голые, как плохо, матросы. То есть, почему то, что удалось этим же самым людям сделать в 17-м году, эти же самые люди не смогли сделать четырьмя годами позже? Ну, соответственно, кто был на противоположной стороне? В 17-м году и в 21-м. Это были совершенно разные инстанции. Но факт, что это событие грандиозное, и оно могло бы быть в поездке дня современной, и его нет. Ну, вы помните, мы как раз с вами мельком переговорили, что, возможно, одна из причин того, что мы не отмечаем подобные события, очень богата русская история на множество таких событий, можно сказать, даже европейского и мирового масштаба. Маленькая Швейцария до сих пор там вспоминает поход Суворова, когда как бы окно открылось, и что-то такое выдающееся вдруг пахнуло, а потом снова затклый мирок, уж простите за метафору, у них высорился, а потом они вечно нейтральные, и они не участвуют, и остается только сидеть копить деньги и зарабатывать. Ну, скучно, господа. А если посмотреть на нашу российскую историю... Да, вот заметьте, и в 1999 году я по случаю двухсотлетия вот ничего не помню, от слова совсем как-то что-то говорили. Выпустили марки совместные со Швейцарией, блок там... А где фильмы, где блокбастеры... А, это документальные фильмы были, а вот художественных... Не Голливуд. 99-й год был упадком вообще нашего кинематографа, как вы прекрасно помните, было не до этого. Ну, уже нет, уже начали снимать. Китайскую дочку экранизировали. На мой взгляд, мерить все художественными фильмами, конечно, неблагодарное. Как мы сказали, у нас люди историю только из кинотеатра, это в лучшем случае узнают. Ну, Суворова знают все. Подождите, вот... Ой, это я бы еще не говорил бы. А великий полководец, который, считается, не проиграл ни одного сражения. Ни одного. Сколько у нас про него фильмов? Советский, черно-белый. Вот я даже... Вот как там Парфеново с одной стороны, а с другой, с другой тоже ничего нет. Я больше ничего не помню. Суворов, считается, наверное, наш самый сильный полководец. Ну, что Жуков, при всем уважении великой, и так далее. Ну, Кутузов еще нет. Много было поражений. Кутузов тоже до Москвы французов довел, и так далее. Это серьезная стратегическая... Конечно, да, сжечь столицу. Вот, это ладно. Но Суворов вообще не проиграл. И, заметьте, только вот-вот мы видим. Один фильм, один про такого человека, один. Ну, феерично же, он сложный. Любой полковой сложный. Нет, ну, Суворов был, так сказать, просто феерически сложен. И он принципиально себя... Я думаю, Александр Македонский непростый. Нет, ну, Македонский хотя бы оставил о себе огромное количество такого, что даже через тысячелетия дошло. А Суворов не наш, кстати. Ну, и да. А к своим там намного жестче подход. Но здесь момент еще... Понимаете, Суворов был один в быту, другой... Да, Кутузов был в быту, сами знаете, какой. Такой, мягко говоря. Он был прекрасен. Да, конечно. И, кстати, вот это один из путей, кстати, хороших для того, чтобы мы как-то историю эту актуализировали и популяризировали. Она через такие вот простые человеческие мемуары доходчивее преподается. А у нас с этим колоссальный, на самом деле, провал. Мы не умеем рассказывать историю через призму обычного человеческого взгляда. А раньше умели? Пытались. На самом деле пытались. В начале 20-го столетия была уже хорошая наработанная школа. Но именно вот на местах ученые архивные комиссии, краеведческие общества просто политику такую ставили, собрать на местах вот все, что можно было. Скажем, по Смоленской губернии собирали к 1912 году все, что можно было тогда от крестьян, от стариков, уже помнивших своих стариков, собрать, как было при французе. И опубликовали. Это почти никуда не вошло. Это единственное, что сейчас вот известно о них. Но это лежит мертвым грузом. Это книги, которые изданы и легли в архивы. В Великой Отечественной такая же ситуация. Мы почему-то, вот у нас лежит такая вот, застряла в голове концепция, что можно рассказывать плакатом. Суворов не плакатный. Почему он не плакатный-то? Вот Александр Невский, кино упоминали, это фильм-плакат. Вот просто плакатище такой, что... Нет, Павел имеет в виду, что личность самого Суворова, она не плакатная, она не однозначная, она сложная. Ну, Александр Женевский тоже. Сколько про него разговоров, но он... Намного плакатнее. Во-первых, информация сохранилась меньше, да, и она такая, как про Невского. Она такая, достаточно квадратная. И ее подавать, воспринимать легко. И идеология, когда снималась, это все накладывала свой отпечаток. Ну, надеюсь, что персонаж Суворова, он ждет своего Ларса. Не знаю, я лично просто про Суворова знаю с детских книжек, эти Сергея Алексеева, сколько я помню, писатель, нормальные рассказы. Ну, нормально. Я потом читал уже роман про Суворова, там уже все пожестче, хотя мне тоже, кстати, было лет 12. Но тем не менее, то есть есть примеры, когда для детей, для возраста 8-10 лет, нормально вот эти рассказы о русском подвиге. И вот как раз там все, Рымников, Обшан, я все это знаю, вот с 8 лет. Нормально написано это, если говорить о воспитании дорослачего поколения. И Петр Первый, я не лично это неоднозначно, а Петр Первый у нас, да вы сами знаете. Значит, будет. Просто читать не может. Про Петро гораздо больше снято, он хотя бы, если не целиком, главный герой фильма, сколько там, и Россия молодая, и его начальство, ему повезло. А я вот еще вспомнил одного полководца, который не проиграл ни одного сражения, Паскевич. Вот уж кому точно не повезло, потому что он был любимый военачальный Николай I, а его у нас традиционно в советской войне называли Палкин. И, соответственно, все, что при нем было хорошего, должно было быть плохим, по идее. А дом в Белоруссии. Да, и плюс еще, да, он там подавлял восстание, хотя и Суворов вообще-то подавлял. Польша, что еще как, мягко говоря. Вот уж у Суворова-то, по крайней мере, и книжки, и фильм, а уж про Паскевича только несколько строчек в учебниках. Если про Паскевича мы спросим на улице, то точно. Это вообще, это точно. Нет, хочу поддержать идею Павла о том, что очень важно смотреть на все сюжеты, все исторические события с точки зрения персоналей, с точки зрения биографической информации, которая доходит до нас. Даже не обязательно, что это первые лица, не обязательно, что это Суворов или Кутузов. У нас есть как бы и герои второй, третий, четвертый, пятый и какой угодно там волны. Вот это интересно. Вот здесь сюжеты самые реальные и показывают и жизнь того времени, и историческое событие с точки зрения конкретного человека. Ну, та же самая война и мир. Есть же отсылки в этом романе, которые как раз похожи на исторические документы и показывают, что, собственно, тогда происходило, и как это событие воспринималось теми людьми, которые жили. Это же, безусловно, не так, как мы сейчас это воспринимаем. И точно так же, например, та же Великая Отечественная, о которой мы сегодня много говорим, воспринималась людьми, участвовавшими в ней, по-другому, нежели воспринимается сегодня нами, а тем более, когда завтра будет восприниматься нашими детьми. Все меняется. Скажите, а вот тоже мне вот интересно, на ваш взгляд, если брать вот у нас осталось не так много времени, Тверскую историю, но ведь тоже мы, по сути, как-то вот, я смотрю, как все у нас преподносит, мы застряли, такое впечатление, ну, наверное, на трех каких-то моментах. Михаил Тверской, ну, наверное, наверное, сейчас как-то стали популяризировать Скопеншуйский и так далее, то есть польское нашествие, ну и, наверное, сразу, да, потом Великая Отечественная война, 16 декабря и так далее. И как-то все. И вот, Павел, вы как раз упомянули буквально мельком, а ведь Тверская губерния активно участвовала в войне 1812 года и ополчение собрала. И ополчение нигде там за армией следовало, там, не знаю, извиняюсь, только раненых эти мужики выносили. Оно воевало, то есть очень активно воевало. Опять триумфальная война, снова 1812 год, почему? Вы же видели книжку Воробьева Вячеслава Михайловича «Тверские герои 1812 года». Да, вот эта история наших тверских офицеров, которые участвуют. Даже памятник у нас этот маленький, где-то там, на Волоколамке, где он вообще не видится, ну, хотя место бойкое, но памятник такой. Вот кто из горожан знает, где у нас находится памятник героям 1812, да? Давайте спросим. Давай, да никто, я думаю. Всем им у него проносят там Волоколамки, Груноч, такой скромненький. История великой княгини Екатерины Павловны, которая сформировала целый пункт. Да, да, конечно, да, а муж его во многом из-за этого помер, госпиталя человек объезжал. А вот опять-таки тоже, почему вот Михаил Тверской? Вот такое впечатление, что до него Тверского в Средневековье не было. Через наш город прошел один из величайших завоевателей мира, Анбатый, который до Европы дошел. Вроде как и брали, то есть, ну, может не он лично, потому что у него жорда отрядом была. Но Таржок тоже на самом деле наш. И Таржок наш. Можно каким-то образом. Вот почему про Батыева нашествия, вот вообще просто, ну, да, монголы взяли Твери, и все. Ну, что Твери, они взяли тогда сколько-то, 15 или 14 городов. Много-много, ну, ну, почему у нас Твери, ведь это тоже грандиозный событий, такой грандиозный завоеватель. Мы же его проиграли. Не очень приятно вспоминать, конечно. Так Михаил Тверской тоже казнили. Он зато показал силу духа, тут вообще-то выходит башь на башь, тут есть чему поучиться. А вот, единственное, вспоминать, кроме победных событий, еще и печальные, тут, честно говоря, сердца не хватит, разорвется. Поэтому память-то избирательная, мы предпочитаем вспоминать хорошее. Как в том КВН, когда там был такой номер по победе Гуса Хидзинга на чемпионате Европы, а как же мочится по ней? Не было такого мочи. Да. Вот то же самое, да? Это особенность человеческой психики, я так могу объяснить, в массовом сознании. Мы же опять же говорим, прежде всего, о массовом сознании. Ну и героическая барона, наверное, была. Ну как? Ну погибли же все, господи, да, и потом надолго еще иго, опять же, получается все напрасно. Тут тоже ведь можно и так рассуждать. То есть тут я так могу объяснить. Неприятно вспоминать то, что проигран, конечно. Ну для Твери вообще это, в Средневековье, это определенного рода проигрыш. Да? То есть все, что для нас вообще, выбирать из большого проигрыша наименьшее. Так и для Новгорода это проигрыш. Не для Новгорода. Новгород сохранил хотя бы культуру. Сохранил вот этот вот огромный пласт того, чем Новгород сейчас гордится и чем он сейчас живет. А мы почему не сохранили? Разные причины, в первую очередь бедность. Сравнительная бедность, потому что Новгород все-таки был кошельком России. И будучи... Ну потом кошельком стал Нижний Новгород. Ну и тоже мы бы сохранили. По провинциальному городу... Понятно. Для нас бывает тоже лучше. Конечно лучше. Софию схранили. Новгород, утратив две трети своего Средневековья, даже больше, чем две трети, сохранил столько, что мы сейчас можем только умереть, сколько же было. Да. Вот. То, что там тоже ломали эти церкви. Нас безжалостно совершенно, но уцелело столько, что... Мы, к сожалению, такой кошелек просто не имели возможности иметь. Да зато у нас есть другие сюжеты. У нас есть, зато у нас есть литература. Венецианов, художники, да, литераторы, Пушкин, в конце концов, который был у нас. Пиратовский творец, да, который не вылезал с Тверской губернии. Есть. Но все эти сюжеты, конечно, предполагают высокий, средний уровень образованности обывателя. Вы помните пушкинские праздники раньше, что такое было? Верно. И что сейчас? То есть мы, к сожалению, просто понизили этот уровень. Все-таки военная память, она такая, попроще. Ну, да. Ей можно гордиться, с ней можно как-то вот выйти, скрикнуть «Ура!», а Пушкин не выйдет. Хоть он наше все. Хоть он наше все, но не выйдешь на улицу, на площадь с ним. Ну, потому что изменилась вообще структура восприятия информации. Люди воспринимают сегодня простые вещи, можно сказать, квадратные. То, что им показывают, то, что они хотят видеть, то, что они сами там видят в условном ТикТоке. Да, это нивелирование, это упрощение всего, что возможно. Они считают, что это совершенно нормально, и можно с этим жить. И так живут. Ну, вообще с историей большая беда, потому что у нас есть чем гордиться. Я всегда удивляюсь, когда нам предлагают, а вы давайте постройте-ка ваш деревянный Кремль, мы будем вокруг него бегать с мечами и копьями, и туристы повалят валом. Я говорю, ребята, ну... Зачем? Зачем? Я вам наводил, когда вот в Новгороде есть чудесный настоящий Кремль. Да, езжайте туда. А у нас, смотрите, какой у нас есть и такой классицизм, и другой классицизм. Дворец на в чего только стоит. И дворец, и сталинские дворцы, и все, что хотите. И память о этих усадьбах грандиозных, которые... Да, в области. Но уровень немножечко. У нас низок уровень вот этого вот обывателя обычного. И он формируется, кстати говоря, в том числе и простым телевидением, вот этими плакатными фильмами. Много ли у нас снято про, допустим, культуру дворянскую сейчас? У нас сейчас стало уже, наоборот, трендом, что, ах, вы булка хрусты, ах, вы про эту самую вашу старую Россию заностальгировали. А помните, что там крестьян пароли? Правильно делал, что пароли. Павел, я извиняюсь, я вас вынужден прервать. Наш эфир, к сожалению, подошел к концу, но мы еще обязательно вернемся к теме истории. Ну что ж, по истории надо помнить. Вот хочется нашим чиновникам, может кто-то услышит, что в этом году еще один грандиозный юбилей, между прочим, окончание Северной войны. 300 лет, благодаря которым мы получили наш любимый Петербург, выход в Балтику. А Петербург у нас нынче тоже город непростой, город нашего Владимира Владимировича. Так что, может быть, на что-то еще и сподобятся и кинематографисты, и прочее, прочее, прочее. Потому что 300 лет этой войны, когда мы получили нормальную армию, нормальный флот, я считаю, пропускать никак нельзя. А Тверская губерния, между прочим, тоже не просто так в этом событии. Мы тоже активно принимали участие в строительстве той новой, как говорят в России, я считаю, что значит новая Россия. России уже тысячи лет. Ну что ж, спасибо большое, уважаемый гость. Была программа «Тема дня». До новых встреч и интересуйтесь историей родной страны и родной земли.